На космодром Восточный доставлена первая ракета «Союз». Ее запуск намечен на декабрь этого года. Многотонный аппарат везли спецпоездом из ракетно-космического центра «Прогресс», который находится в Самаре. Путь до Восточного занял целых три недели. С подробностями Алина Хусаинова. Первая ракета, которая взлетит с нового космодрома Восточный, уже доставлена на место. Об этом в своем твиттере сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Спецпоезд с ракетой-носителем «Союз-2» только что прибыл на космодром Восточный. Железнодорожный состав с космическим кораблем выехал из Самары 6 сентября. И вот три недели спустя ценный груз встречают сотрудники Роскосмоса на вокзале Углегорска. Составляющие ракеты находились в герметичных контейнерах. Сейчас ее должны разместить в специально подготовленном помещении. «Союз-2.1А» эксплуатируется с 2004 года. Но для первого старта с восточного ракета была модернизирована. На космодроме будет работать мобильная башня. И поэтому на носителе предусмотрена система для отвода паров жидкого кислорода за ее пределы. На борту сегодня новая цифровая вычислительная машина, бортовая. Новая система управления. Новая система энергопитания, которая подразумевает новую схему подготовки. Все составляющие космического корабля – отечественного производства. Так что на запуск и эксплуатацию ракеты не смогут повлиять политические ситуации. Полностью цифровая машина. И на ней применены только российские элементы. Ракета должна вывести на орбиту два аппарата, которые будут доставлять на Землю данные по космическим экспериментам. Эти спутники разработаны в сотрудничестве со студентами Ломоносов в МГУ, а АЭС в Самарском аэрокосмическом университете. Алина Хусейнова, Андрей Волков, Вести.